Здарова, бананчики, с вами Монтоки Реннер. Ох, как же меня бесит те покупатели, которые качают свои права. Которые приходят просто, чтобы что-то доказать, хотя они 100% неправы. Им всё равно, что у работников есть дела, кроме того, чтобы общаться с этими дураками. Итак, сегодня в этом никому не нужном видео, которое никто не посмотрит. Я буду обсуждать тупых клиентов. Погнали. Значит, прихожу я сегодня в Валдберис за бутсами и вижу такую картину. Туда входит какой-то алкаш Харенов. Ладно, ладно, шучу, он был фигов. В общем, приходит он в Валдберис и такой заявляет. Я требую возврат этого футляра для очков. Но этот футляр для очков стоил на секундочку 300 рублей. Так ещё он рассчитывал на то, что он будет из кожи. А даже мой футляр стоит больше 1000 рублей. А этому чушпану было лет 50. Как же он решил проверить, что футляр точно из натуральной кожи? Вот вы никогда не угадаете. Напишите в комментариях предположения. Итак. Естественно, этот гений поджёг свой футляр. Это ж гениально. Конечно же, футляру стало немножечко ненорм. И теперь требует возврат. Ему, конечно же, отказали. И он начинает быковать и материться. В общем, он побыковал и ушёл. Со своим уничтоженным футляром. Канец. И в чём смысл этого поступка? Потому что он остался вообще без ничего. Он выкинул деньги на ветер. И у него неисправный футляр. Ну да, конечно, 300 рублей это небольшая сумма. Но всё равно. В общем, он дурачок. Следующая история. Мы пошли за важными покупками. Естественно, этой важной покупкой были чипсы. Итак, заходим мы в магазин. И видим такую картину. Стоит какой-то 50-летний чувак. И рядом с ним продавцы. Продавцы на него кричат, чтобы он оплатил товар. То есть типикал воришка. Но вот вы не поверите, что он решил украсть. Итак, подумайте. Конечно же, он украл мороженое с малиновым вкусом. А что ещё можно украсть? Напишите в комментариях, что вы подумали. Таким надо быть, чтобы украсть это. Я бы понял, если бы он захотел украсть хлеб или эти вот булочки. Работники вежливо его просили оплатить товар, но он начал их крыть трёхэтажным матом. Да, я столько матов никогда не слышал. А ещё говорят, что в этом виноват интернет. Ага. Я точно не знаю продолжение истории, но кажется, он всё-таки оплатил товар. Сегодня видео вышло коротким. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Монтоки Реннер. Всем пока!